Дэн Уайта 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 Остается одно пятно Дэн Уайта 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 Я заслужил уважение каждого Столкнется с восходящим бойцом из Франции Бенуа Сен-Дени Плюс, яркий ударник полусреднего дивизиона Майкл Веном Пейдж дебютирует в UFC Против любимца фанатов Кевина Холланда Нет более жесткого ублюдка, чем я Запомните мое имя, черт возьми Но перед тем, как звезды приземлятся в солнечной Флориде Какая романтичная сцена Вот, я тренируюсь Да, уже тренируешься Для начала, подготовьтесь К обратному отчету UFC 299 Одна из главных звезд ММА на сегодняшний момент Может быть найдена на окраине Финикса, Аризона Элена, хочешь покачаться в своей машинке? Где переехавший из Монтаны Шоно Мелли Только не врезайся в меня, когда я пойду, окей? Договорились? Эй, оу! Ты чего? Наслаждается, реализовав Мечту своего детства Я помню У меня была доска, я написал там 10 тысяч долларов Это моя цель Я хотел накопить 10 тысяч долларов наличкой Не знаю зачем, я не хотел купить что-то конкретное Я просто хотел накопить 10 тысяч долларов Затем я побился на Contender Series Дайте этому пареньку контракт Моей следующей целью было уже 100 тысяч Я провел свой первый бой в UFC Это показывает мне, насколько сильно он хочет ударить меня Что делает его медленным, так что он просто не попадет по мне За следующий бой я получил бонус 50 тысяч И у меня на руках оказалось больше 100 тысяч Я такой, ни хрена себе После этого я только набирал обороты и показывал, на что я способен Шон Омелли Он абсолютный старт в мире И кажется, что это только время, пока ты видишь его стоять и крошить лучшие и лучшие Супер-шаттл! Лимон в цветах! Этот парень идет на уровень Он будет в мире чемпион Без разницы, он может прессинговать меня и улетит в нокаут Или может позволить мне диктовать темп и улетит в нокаут Думаю, у меня есть потенциал стать крупнейшей звездой в UFC По мере восхождения Омелли в рейтингах Бентамуэйты начали обращать на него внимание Но по мнению Марлона Чито Веры Огромное внимание, которое приковано к восходящим звездам Может стать отвлекающим фактором Мы живем во времена социальных сетей, хайпа и всего остального Но мне до этого дела нет Потому что в конце концов важен только ты Если ты фокусируешься на публике, ты сам себе вредишь Так что я не думаю об этом Рожденный в большой семье на побережье Эквадора Вера с юных лет часто дрался на улице Так что когда в 18 лет он увидел возможность заниматься этим профессионально Вера быстро проложил свой путь Я бился в Панаме, в Перу, я бился в Мексике И я бился с жесткими парнями Я принимал поединки, которых мне не стоило принимать Дом, я настолько сильно хотел пробиться, что был готов сделать все Эй, хочешь побиться с этим парнем за пару сотен баксов? Еще как Очень быстро я осознал, что это моя мечта Я хочу стать бойцом UFC На большой сцене Вера стал одним из лучших в 135 фунтов И выдал 8 жестоких финишей в UFC Перед тем, как ему дали бой с Омелли в августе 2020 Шон Омелли много чего о тебе говорит Хочет залезть тебе под кожу О, моя кожа толще его мамы, так что я об этом не беспокоюсь Я просто выйду туда и буду рубиться Ну, хоть за что-то ты можешь его похвалить? Он хорошо получает по башке Я вижу, что выйду туда и захерачу этого типа Я хорошо себя чувствую, я уверен Я, черт возьми, готов Лицом в пол, задом кверху, детка Завтра увидимся Все шло хорошо, он был медленным Я разбивал его У Омелли что-то не так с ногой Да, с правой ногой Я не знаю, что произошло Он выбросил удар, я не успел убрать ногу И нервы просто отключились Каждый раз, когда я шел вперед, моя нога подворачивалась Если я ударил ему в ногу и она у него онемела Это его проблемы Да, видно, что он хромает, но пытается этого не показывать Дерьмо случается, мы же бьемся Статистически это супер редкий случай Я даже не представляю, что он Сидит и думает, типа Да, бой прошел, честно Он спал, когда я пробивал ему локти в голову Так что я выиграл Поздравляю! Добро пожаловать на шоу Чито Он говорит, это шоу Чито Интересная остановка И главный вопрос Смог бы он сделать то же самое Если бы у Шона не было этой проблемы с ногой Так или иначе, Марлон, Чито, Вера Теперь полноценный претендент легчайшего веса Ааааааааааа! Продолжение следует... Победа Марлона Веры над Шоном О'Мелли в августе 2020-го... Добро пожаловать на шоу Чито! Мое черт возьми шоу, детка! Потушила хайп Шона и раскрыла новую угрозу в легчайшем дивизионе. Для Веры успех в смешанных боевых единоборствах был достигнут не в одиночку. Он был реализован с непоколебимой поддержкой его жены Марии. Мы познакомились в школе, в четвертом классе. Я тогда в шутку говорила своим друзьям, что женюсь на нем, хотя мне было всего 10 лет. Мы начали встречаться в старших классах, и мы вместе всю жизнь. Она на все 100% поддерживала меня, помогала во всех моих начинаниях. И я делаю это не ради славы, я делаю это ради семьи. Конечно, я хочу стать чемпионом мира, хочу добиться успеха, прославиться на весь мир, хочу, чтобы люди знали меня. Это все классно, но однажды все это исчезнет. Но тот вклад, который я внесу, добиваясь всего этого, он останется навсегда. В этом октагоне моя семья против твоей. И, конечно, для меня моя семья важнее. После важного поединка с Омелли... Вера продолжил свой победный путь. Одолевая топовых проспектов... И живых легенд. Доминик Круз, он лучший бандит в Балкан. Круз умер, после огромного шкафа. Он хотел сделать заявку чемпионов. Какой способ, чтобы стампить его! Я пришел в этот спорт, чтобы стать чемпионом мира. У меня есть большое сердце, есть трудолюбие. И теперь есть люди, которые помогут мне этого добиться. Но смешанные результаты откладывали его шанс биться за титул. И в это же время за титулником гнался бывший оппонент Чито. У Омелли реабилитация после первого поражения была недолгой. Потому что, по мнению Шуги Шона, Вера одержала эту победу незаслуженно. Я по-прежнему максимально уверен в себе, пересматривая этот бой. Шуги уже нашел этот локик. Это тяжелые шансы. Я никогда не терял сна из-за него. Потому что я ни хрена не проиграл. Что-то не вредит с Омелли. Да, я не знаю, что случилось. И теперь Чито его подтверждает, и он двигается к ним. Городный локик от Чито, и еще один! Это все! Я снесу этого чувака 9 раз из 10. Ментально я не побежден, и я проиграл не из-за того, что уступаю ему в навыках. Я не чувствую, что он побил меня, потому что он был лучше. Если бы в первом бою у меня не было этой проблемы с ногой, я бы снес его. Я не чувствую, что проиграл. Я ментально непобежденный, и люди сходят с ума, когда я говорю это. Даже профессиональные спортсмены, они такие, что ты говоришь? Мы все пытаемся понять, что же именно стоит за этим заявлением. Что ты имеешь в виду? Людям просто весело из-за того, что ты не считаешь это поражением. Так и есть. Это не поражение, и меня не переубедить. Он не признает поражение, он говорит, что комиссия Шуги Шона признала это несчастным случаем. Мы разбирались в этом, был суд, вся фигня, и они сказали, что ему просто повезло. Я бы не стал продавать мерч на кучу бабок, если бы это было неправдой. Посмотрите, где мы, детка, мы летим на ракете. Я все еще не проигрывал. После того случая я продолжил активно выступать, одерживал большие победы. И до сих пор не проигрывал. Омелли вернулся после поединка с Верой на стиле. И теперь на левую руку! Ян открылся! С громкими победами, которые вывели его на титульник против Алджемейна Стерлинга. Доминантного грэпплера, который был настроен остановить хайп-трейн Омелли. Несмотря на то, что ты не чемпион, считаешь ли ты себя главной звездой этого пей-пер-вью? Да, я чувствую, будто Алджо бьется за пояс Шуги. Мне просто нужно выйти, вырубить его и продолжить становиться все лучше и все популярнее. Я выведу его на чистую воду в воскресенье. Покажу, что ему здесь не место. Я всегда был мотивирован. Хотел быть чемпом, хотел быть лучшим в мире. Ты не так хорош, как думаешь. Мне не терпится выйти и сложить тебя, Дриш. Я тебя вырублю, детка, выбирай какой рукой. Я задушу тебя, Кирам. Я знал, что если буду усердно тренироваться, становиться лучше каждый день, то смогу стать таким сильным, как сейчас. Ну, если вы, что вы скажете, что вы, а супер-стар, не плохой момент, чтобы принимать это на следующий уровень и капать в мире сегодняшний уровень. Этот человек, в 6 лет, в 6 лет, в том, что он считает, что он должен быть. Придея для того, что он считает, что он считает, что он считает, что он считает, что он считает. О'Малин! Матча на фейс! Алгемей на фейсер, на самом деле, он пытается сделать что-то, чтобы он был виноват. Он говорит, что он будет виноват. О'Малин делает очень хорошая работа, Продолжение следует... 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 Для меня этот бой — дело личное. Я, несомненно, хочу избить Чито. Этому ублюдку дико повезло, он это знает. И даже не опоздал. Конечно, я же профессионал, чемпионское дерьмо. Супер, спасибо, парни, отлично. Я нокаутирую этого чувака. В UFC От слов и раскрутки всегда переходят к делу в октагоне. И чтобы подготовиться к этому, Вера продолжает работать с человеком, который вел его львиную долю карьеры. Тренер-ветеран Джейсон Перило Перило Реально лучший. Дело не только в том, чему именно он учит тебя в боях, А в том, как он помогает тебе ментально чего-то добиться. Посмотрите, сколько у него чемпионов мира. И какой у него опыт. Этого не купить. Он был финальным пазлом, которого мне не хватало в жизни, Чтобы выйти на этот уровень и завоевать титул чемпиона. Сама отдача Читу отличает его от всех остальных. Он напоминает мне чемпиона мира, с которым я работал много лет назад. Майкла Биспинга. Этого парня отличает настойчивость И огромная вера в себя. В этом бою у Читу будет небольшое преимущество в опыте. Он прошел через намного более тяжелые бои, Так что если бой затянется, я думаю, этот опыт поможет ему. Я не занимаюсь херней. Я вкладываю в это всю свою душу и сердце. Несмотря на то, что обстоятельства вокруг первого поединка Марлона Читу Веры и Шона О'Мэли, возможно, ставят результат под вопрос. Их рематч 10 марта представляет собой возможность перечеркнуть все сомнения. Возможность, к которой чемпион подходит со всей ответственностью. Читу очень хорош, он бил сильных парней. Я не принижаю его, я просто верю, что я лучше во всех аспектах. Но это 25-минутный бой. Я не могу вымахаться в первом раунде, пытаясь нокаутировать его, чтобы он во втором, третьем, четвертом и пятом прессинговал меня, потому что я выдохся. Я знаю, в какой форме я должен выйти на этот бой. Как я должен быть настроен ментально. Знает ли это он? Посмотрим. UFC 299 в Майами, Флорида. Соперники столкнутся вновь. Только в этот раз победителю достанется титул чемпиона легчайшего веса. Я сломаю Шона. Я надеру ему задницу. Его уже не в первый раз унесут оттуда на носилках. 10 марта я вырублю этого чувака и пойду дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!